Я календарь переверну и снова 3 сентября Ты горишь, как агония Куда едешь такая, куда едешь такая Погнал, погнал Надо же сделать минимум десятки всего Друзья, всем привет и добро пожаловать на Учебно-познавательный таксично-развлекательный канал О работе в такси под названием АКРИСТО Ну а меня, как вы знаете, зовут Олег Хочу передать привет вам из дождливого Пулково Вот, наверное, видно здесь капельки на стекле Сегодня у меня рекорд Я нахожусь в Пулково без заказа на протяжении, наверное, 6 часов Почему я это делаю? Я пытаюсь выяснить вообще, в чем проблема Для того, чтобы потом, впоследствии, рассказывать в роликах водителям Какие, с чем можно столкнуться при работе с новыми агрегаторами В том числе, ну, с такими не сильно известными Конечно, они известны Кто-то возит их много, постоянно, долго И для кого-то это единственный агрегатор И он знает все Возможно, мои комментарии или какие-то умозаключения покажутся вам смешными Те, кто знает уже все Я это прохожу впервые И вполне возможно, с этим столкнутся другие люди Которые только-только начнут раскатывать Гет В общем, я пытаюсь выяснить все проблемы Сейчас я пытаюсь выяснить, почему же я не получаю заказов Есть различные предположения Возможно, в следующем ролике я расскажу про них Я перехожу к комментариям, которые были оставлены под последним видео В котором я рассказываю, как меня заблокировал Яндекс И как я решил этот вопрос, как разблокировался Как прошел видеоинтервью Все это вы, кстати, можете посмотреть в этом ролике Если вы не смотрели Обложка к этому ролику будет вот здесь А ссылочка на этот ролик вот сейчас появится в строке Вот здесь Вы можете перейти, посмотреть, оставить комментарий Ладно, очень интересный комментарий оставил зритель Алексей Лукин Он написал Рабы Ящура, так тебе и надо Ну, спасибо Так мне и надо, видимо, да Вам тоже не хворать Ну, и я хотел поблагодарить, конечно, всех за поддержку Все, кто отозвался положительно И в том числе посочувствовал мне Большое спасибо Мне это очень помогло Буду рад, если вы в дальнейшем будете участвовать в обсуждении И, так сказать, в моральной поддержке меня Моих роликов и того, чего я делаю в Ютубе Еще хочу напомнить, что у меня есть Инстаграм Вот ссылочка Вот здесь вот появится или вот здесь Прошу обратить внимание У меня появились шорт с видео, так называемые Они, кстати, короткие И их я стараюсь сделать в другой совершенно манере Ну, в таких каких-то развлекательных, смешных Может быть, они вам понравятся Может быть, не понравятся Но в любом случае Я буду благодарен вам за внимание Возможно, комментарии Давайте смотреть новое видео О том, как у меня прошла пятничная смена в Гет Сколько я заработал, чего я делал Куда ездил и сколько это стоило Ну что, сегодня пятница 9.29 Я на московском шоссе Еду в пробочке в город С этой недели, в общем, я начал раскатывать свой аккаунт в Гет Вчера в четверг я полностью отказался от Яндекса Результаты, конечно, пока не очень Но я делаю скидку на то, что Немного не совсем так складывались обстоятельства, насколько я рассчитывал Потому что я вчера получал пропуск в аэропорт Долго стоял в аэропорту Не было заказов Вообще, в последнее время тяжело очень с заказами Наверное, все это знают Ну, я имею в виду бизнес в Санкт-Петербурге Почему я стал использовать Гет За это время прошло каких-то много событий, которые повлияли на это Ну, в первую очередь, конечно же, отсутствие заказов Я не знаю, у меня только Хотя говорят, что у меня не самые плохие результаты Но они меня не устраивали Это первое Второе, обрушение рейтинга Хотя, может быть, это и не сильно Ну, в общем, я что-то как-то подобиделся Решил, что попробую я работать с другим агрегатором полностью Вот прям сесть и работать Ну, и давайте я буду вам рассказывать Что значит работать в агрегаторе Гет Я сейчас еду в аэропорт Пулково Для того, чтобы начать работу с сегодняшнего дня из Пулково И чем хорош в этом плане Гет У Гетта своя парковка То есть ты заезжаешь на парковку по пропуску И ждешь сколько надо То есть там вот нету этого полчаса заехал, полчаса выехал Там вот эти вот все штуки Плюс клиенты выходят сразу к тебе на вип-парковку На парковке Гетта Очень удобно Буду держать, в общем, вас в курсе Итак, я начинаю Пожелайте мне удачи Ну погнали Ну что, я приехал в Пулково 9.51 Аккаунт у меня, повторяю, не раскатан, без приоритета Все на общих условиях Точно так же, как и все Я так думаю На самом деле, мне кажется, те, кто работает постоянно У всех есть приоритет Ну, во всяком случае, они к нему стремятся У меня его нет Сейчас посмотрим и узнаем, через сколько мне придет заказ Мне просто ближе сюда было ехать, нежели чем-то Ну, где-то кататься по городу и ждать заказа Ну и плюс, поскольку сегодня дождь Автомобиль у меня чистый, в принципе, изнутри Снаружи нет Я принял решение не посещать мойку Поэтому приехал сразу в Пулково Жду, жду заказа Итак, 10.16 И я получил заказик по фиксированной стоимости 1900 рублей Мне звонят клиенты Да, алло Доброе утро Доброе А, в парковке? Да, я на парковочке, вип-парковочка, Гет Выходите сразу направо Да, хорошо Да, не за что Даже есть какой-то мандраж Первый раз беру с парковки Гет Заказик Закончил я заказик из Пулково Время я потратил в пути 36 минут Расстояние 31 километр Как вы видите, стоимость заказа всего составила 1900 Плюс проезд по ЗСД 400 Ну, естественно, я проезжал по транспондеру Поэтому мне он обошелся в 150 В счет я писал 400 рублей Итого за вычетом всех комиссий 30% Парку и агрегатору У меня остается 1730 рублей Я считаю, что за 36 минут это очень хороший результат Сейчас я нахожусь по-прежнему на Петроградке Жду следующий заказ Или думаю поехать опять в аэропорт Сейчас пока посмотрю До часа сегодня приезжают самолётики Может быть я ещё один заказ утащу оттуда Пока в мыслях, не знаю как действовать Если у вас есть, кстати, опыт по этому поводу Напишите в комментариях Как, в принципе, как бы вы поступили Или как обычно вы поступаете Если вы катаете Гетсон в Санкт-Петербурге Плотно и уверенно Помогите мне Поделитесь опытом Решил остаться в центре Еду сейчас на Большую Морскую Постою там пока Сижу на Большой Морской Без приоритета, конечно, грустно Не теряю уверенности В сегодняшнем дне Идёт дождик Жду заказ Ну и сейчас уже 11.52 Большой разрыв между заказами Надеюсь, сейчас какой-нибудь Такой нормальный возьму Со счётчиком И куда-нибудь За город желательно Вот это было бы хорошо Так, время 12.14 Мне пришёл второй заказик Кстати, в... Блин В Гете загорелись зоны То есть с 12 до 13 Минимальная стоимость поездки в центре От 999 рублей В Калининском районе Немножко в другую сторону центра Там от 111 Так что... Неплохо Вот повысить бы интенсивность заказов И было бы вообще огонь Честно могу сказать Гоню на второй заказик Чем вот По большой конюшенной А на самом деле Сегодня такой праздник Я календарь перевернул и снова 3 сентября и так друзья я сейчас дороге я специально снял камеру чтобы можно было снимать заказы стоимости поэтому немножко вот такое вот странное изображение мне неудобно я одной рукой держу так мои доходы заходим сегодня у меня две поездочки в общем вот информация по поездке 699 рублей чистыми поездка длилась 13 минут расстояние 4 и 2 километра сейчас нахожусь на петроградке и возвращаюсь обратно центр дорогах который центр в район невского проспекта где действует еще зона она еще будет действует 24 минуты мне бы очень хотелось еще один заказик зацепить было бы очень очень хорошо это по адмиралтейской набережной и знаете уже чувствуется немножко осень уже облетает листья совсем чуть-чуть желтеют ну и как бы даже немножко грустно от того что лето закончилось прошло оно как-то странно но если кто-то работает водителем такси он немножко может представлять себе как проходит лето особенно на аренде особенно каждый день то есть грубо говоря его и не было и она уже и закончилась и странные странные мысли кстати а как ваше прошло лето напишите пожалуйста в комментариях отдыхали ли вы ездили куда-нибудь получили вы то что хотели от лето сделали вы то что хотели или все работали как олег надо не быть таким как олег мне кажется а я заехал уже в эту зону где заказывает 999 рублей надеюсь мне придет еще заказе я успею осталось 15 минут до действия минималка ура я успел мне по этой самой по короче в этой зоне пришел заказе заказе который минималочка по 999 рублей прибудучи через четыре минутки мчу мчу уже это хорошо это уже третий заказе прямо огонь ты горишь как огонь и отрыта тататая ла 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 это паранойя ла 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 в общем быть чу настроение моё улучшается вот что значит правильно выбранный агрегатор от радости чуть не пролетел на красный свет остановился две минуты мне до клиента надо это собраться 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 так владимирский проспект 19 10 минут займет наш поездка ориентировочное время прибытия 1315 проведена с вами 3100 метров за бортом у нас осень 3 сентября шапутинский плюс 10 градусов пока да не за что если будут какие-то пожелания поездки да да поездочка стоила 999 рублей оплата и я получил чаевые большое спасибо слышали да аплодисменты аплодисменты спасибо ух ты чаевых 60 рублей и того заказе к мне чистыми обошелся в 759 рублей скриню чик скрин вот здесь и вот здесь или вот здесь или вот здесь очень поеду встречусь еще с коллегой вы его возможно видели с линии я не ухожу и того кстати сегодня у меня три заказа на общую сумму три тысячи сто восемьдесят восемь рублей так что в принципе ну слушайте я доволен нормально и пробег очень большой и впоследствии раскатывая свой аккаунт я думаю что я буду работать только на одном агрегаторе get так что с чистой совестью я еду обедать вот мы заходим в пекарню какой-то алексей нас ведет сейчас узнаем что здесь ну что здесь прикольненько бедненько но чистенько шашлык машины у бараньи ревушки 400 рублей 250 грамм о пельмени 200 грамм 200 рублей плов 350 грамм 220 супы шурупа коза шурупа чучвара мостова долма шурупа лагман ну чё так в принципе ничего я попрошу моего коллегу алексей рассказать какую-нибудь интересную историю из жизни водителя премьер классно последний поездка мне было шикарно целых шесть минут мы ехали значит там был молодой человек лет 19 явно пересел с бизнес-класса либо с комфорта скорее всего судя по одежде такие и уже шикарные девушка точно также примерно один шикарный вот была минималка 6 минут 999 рублей значит доезжаем до ресторана куда им надо было я только паркую автомобиль и девушка на 6 минуте просто биток бутылочку и открывает и делать злоточек и ставит как бы мне это в принципе без разницы бутылочка ревен стоит больше 100 рублей и зачем это делать я просто не понимаю а зачем это кстати они делают гет стреляет нормально гет рулит все на гетте все на гетте если лавашек лепешку и вот такие штуки что мы с тобой будем делать когда чай алексей специалист по восточной кухне у него было 20 ресторанов в восточной кухне и 20 волосок в этом юге казахстан казахстан да была войска одна мы потом про эту тему поговорим кстати может быть шелый ролик я буду снять тоже об этой поездке нас ждет много интересного приятного вам аппетита ну что закончили алексей уехал закончили мы обед я по-прежнему на линии короче поеду на большую морскую затянулось мое ожидание то ли все на обеде то ли что так последний заказ я закончил что долго нет заказа только вам пожаловался пришел заказ подача 10 минут погнали ездим опять на большую конюшену поедем по счетчику посмотрим будет сколько будет стоить поездка по счетчику такая небольшая у агрегатора get тарифе бизнес мы будем делать бизнес мы будем делать бабки мы купим себе шмотки мы купим себе тапки мы открываем бизнес мы будем делать бабки да лёд давайте хорошо без проблем могу зараст на что нет я тогда выхожу давайте давайте хорошо слышали да олег владимирович между прочим на не то что там олег нет ну что и так я закончил четвертый заказик screen к этому заказу будет вот здесь в общем значит длился он 30 минут проехали мы расстояние 37 километра движение было по счетчику стоимость заказа составила 942 рубля за вычетом комиссии мне поступило 659 в принципе за полчаса за 37 километров ну в целом то он нормально хорошо ну не прям эгэгэй ну нормально напомню что у меня сегодня четыре заказа и за эти заказы общая сумма у меня составила сейчас я вам скажу 3847 рублей чистыми сейчас 1531 работаем дальше в общем закончил я пятую поездку еще она какая-то была очень длинная проехали мы 9900 метров по времени потратили час грязными сумма получилось 1607 рублей ну вот это будет видно на скрине сейчас и чистыми 1124 рубля в общем резюмирую у меня пять поездок сегодня ну 6 это начинаю на сумму 4971 рубль принципе это очень 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 неплохой результат я буду сказать хорош ну чему 6 заказ посмотрим сколько он будет стоить через 600 метров на светофоре поверните направо и сколько я буду до него ехать гарик просто ну неугомонный постоянно тарабанит тарабанит приветствует компания нет в целях улучшения качества обслуживания все разговоры записываются здравствуйте здравствуйте меня зовут олег вот я сейчас на заказ приехал заказ приехал а я у . просто что-то странное с навигатором происходит я клиенту звоню а он сбрасывает да по точке то есть все все верно да да ожидайте клиента хорошо ладно все когда жду стою ожидает здравствуйте оксана меня зовут олег я вот сейчас на заказе нахожусь уже 20 минут ожидания никто не выходит клиент трубку не берет сбрасывает что делать сейчас посмотрим так на заказе вообще корпоративный давайте попробуйте давайте попробуйте да конечно я благодарю вас за ждать к сожалению связаться с клиентом не дается идет срыв да ну хорошо и чего делать ну ждать пока только ждите тогда и по прибытию тогда смена сделаете смысле так куда по прибытию на вывод сейчас требовали на заказ я уже 20 минут уже стою жду я же верно приехал то есть я уже звонил оператору спрашивал потому что какая-то то есть все нормально я стою у точки все все хорошо вот ожидание мне уже 25 минута идет мне написано вы можете дать минут бесплатно далее 20 рублей за минуту я понял а за подачу что-нибудь будет да то есть мне просто нажать отменить до грубо говоря отменить да я понял так тогда но обидно просто столько ехал сколько ждал ну что как обычно самый неподходящий момент у меня села батарейка в камере в общем я отменил этот заказ потому что не поддержка не я не могли связаться с клиентами что мне в этом случае перевели скажем так за отмену значит за ожидание мне перевели ожидание кстати стоит в гетте 20 рублей минута что уже не может не радовать в яндексе 15 рублей но всяком случае тарифе бизнес в городе санкт-петербурге как обычно мне ничего не грузится в общем перевели мне 455 рублей это чистыми моя сумма грязными там 600 чем-то рублей и после этого я уже сделал еще один заказик чистыми получилось 618 рублей и того в итоге у меня сегодня я еще работаю я не прекращаю работать на линии примерно я на наверное часов 10 результат не самый лучший но я говорю что я раскатываю аккаунт я пытаюсь получить приоритет поэтому у меня из выполненных сегодня на 2029 раз два три четыре пять шесть шесть поездок одна отмена и в моем бюджете 6044 рубля что меня радует у меня небольшой пробег учитывая то что даже я проехал из полкова 30 километров пробег у меня примерно составляет ну 120 километров аналогичных других агрегаторов которых я раньше работал у него пробег был бы уже но за 200 в общем я по-прежнему на линии только что приходил заказе к но другой водитель видимо с приоритетом его забрал стою опять же на моей любимой большой морской вечером она уже подсвечена выглядит классно как раз привез сюда пассажира на большую морскую и решил постоять подождать заказы ну в общем не знаю еще четыре часа точно буду работать посмотрим на результат сегодняшней деятельности вообще хотелось бы сказать разработчикам если они смотрят мой канал сделать как нибудь приложение нормальный потому что когда ты едешь по но я понимаю что буду макс к вам не относится но когда ты звезда упала кстати прикольно когда ты едешь вот сейчас сегодня последнее время ближе к вечеру началось курсор ездит где-то в домах но никак не по дороге и вот так что клиент жаловался о том что с третьего раза только вошел приложение ну как то это не айс в общем сейчас у меня курсор вот здесь дома жилые ну офисы всяко разного магазина вот курсор где-то там в серединке этих домов но никак не на дороге но хорошо что я знаю более-менее на какие адреса я езжу но откуда адрес поэтому я еду так чисто по приборам даже не по приборам по памяти короче на вокзал встречаю индийского инженера видите табличка у меня слепит охранника свет может двигатель еще заглушить потому что пары не дают дышать ну что же друзья закончил я работать время у нас сейчас 38 минут 1 то есть два 0 38 выручка моя составила сегодня восемь тысяч шестьсот сорок четыре рубля работал я только по get времени на линии я провел но около 14 часов на самом деле получается с перерывом на обед где-то час впечатление только положительные клиенты прям шикарные все в общем-то отлично так что в следующих роликах я вам покажу более детально как обстоит работа с гет какие поездки что вообще происходит какие вывозы на агрегаторе гет в целом я наверное больше склонюсь к работе постоянный get почему ну потому что мне здесь больше нравится и кстати пробег у меня вообще крайне небольшой у меня получился пробег в районе но 180 километров это очень немного и поездок я совершил 10 поездок и одна отмена то есть была подача но не было поездок и такой результат это очень хорошо так что буду буду заниматься гетом все я погнал домой всем большое спасибо за просмотр увидимся на следующей неделе на таксично познавательном учебно-развлекательном канале о работе такси не только под названием акриста но меня зовут олег и я уже подустал и погнал домой пока